Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В преддверии нового года я хочу избавиться от пустых баночек, которые у меня накопились. Итак, начнем. У меня закончился на работе вот такой крем для рук, производства Китай. Я знаю, что девочка покупала его в Магнит Косметик. Клубника со сливками, очень классный легкий крем, питание от него ждать не стоит, но в качестве хорошего увлажнения он подойдет. Мне понравился, забавная упаковка, если встречу, то куплю себе еще. Еще, тоже на работе у меня закончился вот такой камушек от EOS. Кто часто заказывает на iHerb, знаете, что у EOS было 4 варианта таких камушков. Зеленый, голубой, вот такой розовый и белый, ванильно-кокосовый, если я не ошибаюсь. Сейчас они на iHerb не представлены. Сейчас крем от EOS можно купить на iHerb, но в другой упаковке. И он идет с маслом ши, он более питательный, чем вот этот. Мне крем понравился, я заказала себе и несколько на подарки, свой уже использую. Мне понравился, у него легкий такой кокосовый аромат, но кокос, знаете, такой химозный. Но, тем не менее, меня это не смущает, потому что аромат довольно-таки приятный. Что у меня закончилось еще? На iHerb тоже заказывала вот такие леденцы от Спрай. И вообще, я думала, что это будет жевательная резинка. Я сама ошиблась. Здесь 240 леденцов мятных, с перечной мятой. Очень классные по типу Тик-Так. Они содержат сахар, они с ксилитолом. Очень приятненькие. Ссылочку оставлю, потому что они есть в продаже, я точно знаю. Мне понравились. Можно будет еще повторить вполне. Орлбиотик от Нау закончился. Это добавка для поддержания микрофлоры полости рта. У кого проблемное горло, то есть чуть-чуть простудится и все это воспаляется. У кого танзелиты хронические, например. Очень показана эта добавка. Я принимала с ребенком. Здесь большой объем 60 таблеток для рассасывания. Нужно принимать 2 в день, но мы с ребенком по одной принимали. Заказывала давно. И вот только недавно мы добили. У меня эта баночка стояла в холодильнике. Я не могу сказать по действию, потому что у меня нет каких-то сильных проблем с горлом. Я взяла для профилактики пройти курс мне и ребенку. Но отзывов очень много положительных. Можете почитать. Ссылочку оставлю. Закончился у меня от Гамми Кинг. Лютеин с омега-3. Лютеин это добавка для поддержания глаз. У детей нагрузка в школе. Плюс они не отлипают от гаджетов. Сидят сутками в них. Поэтому поддерживать глазки очень нужно. Детского лютеина, чисто лютеина нет. Взрослый, пожалуйста. Найхер представлен в большом ассортименте. Детского нет. Только такой от Гамми Кинг с омега-3. Но омега-3 тоже полезная вещь для детского организма. Поэтому такой комплекс меня вполне устраивает. Они оранжевого цвета, засахаренные. Очень вкусные на вкус. Такие классненькие. Детям нужно принимать по 2 в день. Когда 2 ребенок принимал. Когда 1. Я не строго соблюдала график приема. Но однозначно еще вот этот бат повторю. Просто сейчас у меня ребенок пьет мультивитамины. Этого ему будет достаточно. А когда он закончит их пить, я еще ему что-нибудь подаю. От Nature Sway у меня закончился ним. Это растение. Широко используется в Аюрведе. Что могу сказать? Широкий спектр действия должен быть у этого Бада. Это очень популярная добавка. Оставлю ссылку. Почитайте описание. Но как и от многих биологически активных добавок, чудо ждать не приходит. То есть на себе я не ощутила, что у меня что-то поменялось, что у меня там лучше стала кожа и так далее. Кожа, состояние кожи улучшается. Но это результат не только этой добавки, а вообще комплекса мер, которые я принимаю на протяжении уже, наверное, 5 лет. И потихоньку, более-менее, кожа приходит в нормальное, адекватное состояние. Куплю еще ним или нет? Под сомнением, потому что не знаю. Вообще заявлен широкий спектр действий этой добавки. Надеюсь, что где-то на внутриклеточном уровне моего организма эта добавка хорошо сработала. Возможно, когда-нибудь куплю. Но смутные у меня впечатления остались от этой добавки. Нужно еще поподробнее почитать вообще, что это и для чего это. И да, кстати, все биологические добавки я использую, так как я считаю их целесообразным принимать. А вам рекомендую все-таки проконсультироваться со специалистами, прежде чем что-то покупать и пропивать. Потому что все мы разные, организмы все разные и потребности у всех разные. Поэтому лучше не рисковать, а посоветоваться со своими терапевтами. Закончился у меня от Салгар БАТ кожа, ногти, волосы. Очень хваленный, популярный БАТ. Что могу сказать? Я заметила, что у меня волосы все-таки стали расти лучше, быстрее и появился подпушек. У меня вообще проблемы с волосами, потому что я их уже много лет обесцвечиваю. И, конечно, на качестве это сказывается кардинальным образом. И поэтому я часто довольно-таки принимаю какие-нибудь добавки для волос, будь то биотин, либо вот такие какие-то комплексы. Как на ногти повлияло, сказать не могу, потому что ношу всегда искусственное покрытие. Что-то у меня со своими ногтями творится, я не знаю. По поводу кожи тоже смутные сомнения. Все-таки это комплекс мер, которые я принимаю, потихоньку улучшают состояние качества моей кожи. Не могу сказать, что это заслуга этого БАТа. Вообще, добавка хорошая. Нужно было принимать по две таблетки в день, то есть на месяц курс рассчитан. Очень хваленая добавка. И можно почитать также отзывы на сайте в описании. Закончился у меня клинзер от Северина. Это средство я использую для обезжиривания при маникюре. Обычный клинзер я беру часто Северину, она дешевая, это жидкость. И работает нормально, то есть снимает крепкий слой хорошо, поэтому меня в принципе устраивает. На iHerb брала такой шампунь от Love Beauty and Planet. Хотела заказать себе с кокосом, потому что я люблю все кокосовое, но, видимо, промахнулась опять из-за невнимательности, потому что я очень быстро формирую заказы на iHerb. И заказала с лавандой. Но у него тоже такой, знаете, приятный аромат. Брала с собой в путешествии. Этого объема мне хватило на 10 дней использования. Хороший шампунь, хорошо пенится, хорошо промывает. Но я такой же шампунь видела в сети магазинов ОК и процентов на 10-15. Дешевле он в них стоит, поэтому можно с iHerb не заказывать. Закончился у меня спрей для волос от Pantene Aqualite. Часто беру такие спреи, но сейчас на зиму мне его будет недостаточно. Я его доиспользовала и избавляюсь. Беру в магнит косметик, когда на них акция, буквально за 200 рублей, спрей неплохой. И в следующем летом, обязательно повторю, потому что летом я спреями для волос пользуюсь по 5 раз в день. Прихожу, попшикал и так далее, потому что волосы пересыхают зимой. Я тоже использую спреи для волос, но спреи для волос использую в зимний период уже потяжелее, которые более питающие. Но для лета этого спрея вполне достаточно. Не так давно в моих заказах можно было видеть вот такую баночку от Derma I. Это крем с маслом чайного дерева, витамином Е. Плотный крем, его здесь 113 граммов. Я его использую в вечернем уходе. Круглый год, кроме лета. Потому что летом и утром, и вечером я чаще всего использую. Мой любимый крем от Madre Lapse, про который я миллион раз рассказывала. А при таком использовании, грубо говоря, 9 месяцев я его использовала, мне этой баночки хватило. Мне кажется, что он хорошо успокаивает кожу и снимает раздражение. Поэтому я повторила. Давно слышала про этот крем, но как-то не решалась заказать, потому что были противоречивые отзывы. Единственное, что меня смущает, это интенсивный аромат чайного дерева. Но к нему привыкаешь буквально через неделю использования и никаких проблем не замечаешь. Как-то в пробных товарах на iHerb я брала вот такое средство. Это бальзам для снятия макияжа от Instant Natural. Брала пробник, потому что полная размерка, стоит дорого. Попробовала, и мне это средство абсолютно не понравилось. Первое. Я привыкла к корейским бальзамам для умывания, для снятия макияжа. У которых такая, знаете, текстура, как у сорбета. Они приятные, наносятся на кожу классно. Этот пришел какой-то полурастаявший. Возможно, у него такая консистенция с какими-то крупинками. Мне использовать его было неприятно. И что самое ужасное, он очень сильно щиплет глаза. Поэтому вот это средство для снятия макияжа я рекомендовать не могу. И полную размерку, естественно, заказывать не буду. Закончилась у меня наконец-то корейская скатка от Secret K. Очень популярная скатка с лимоном и газированной водой, как заявляет производитель. В общем, скатки это не тот продукт, от которого я в восторге. Они в составе имеют кислоты, которые отшелушивают верхний роговевший слой эпидермиса. Плюс, когда начинаешь массировать после нанесения, по-моему, целлюлоза, входящая в состав, начинает сворачиваться. И оказывается легкое массирующее действие. Но именно как средство для отшелушивания мне не нравится использовать именно скатки. У меня есть сейчас в пользу не другая скатка, которая, я надеюсь, тоже скоро совсем закончится с грейпфрутом, тоже корейская. Вот я не понимаю данный продукт. Моя подруга в восторге от скаток корейских. Она говорит, что ей никаких скрабов не надо. Для меня же нет. Мне абсолютно не подходят скатки. И я допользую вторую, которая у меня сейчас имеется. И больше покупать скатки не буду. Абсолютно не понимаю этот продукт. Закончилась маска от Propeller с вулканической глиной, гасулом, что такое, не знаю, каолином. Она обогащена марокканской глиной гасул и белой глиной каолин. Эффективно очищала кожу, снимала жирный блеск, успокаивала, улучшала цвет лица. Иван-чай входит в состав, который подавляет рост окнобактерий. Что хочу сказать. У меня было три таких маски. И серия этих масок состоит из трех штук. Розовая, серая и зеленая. Это они по цвету не тюбика, а внутри. Вот это у меня, наверное, розовая. Нет, серенькая была. Я не ожидала от масок за 60 рублей такого эффекта. Покупала я в Ашане, но видела эти маски на Валберес и на Озон. Стоит недорого. На Валберес, по-моему, даже идет сет из этих трех масок буквально за 200 рублей. Хорошие маски от Propeller. Такого не ожидала. И обязательно повторю. Вот у меня из трех одна осталась. Закончится, я куплю. Закончились вот такие сладости, которые не так давно появились на сайте. Они были, вы знаете, по типу скитлса. Очень-очень обсыпаны мелким, как сахарком. Но это не сахар, это что-то кисленькое. Ребенку понравились. Вообще, в принципе, не только ребенок их пробовал. Многие пробовали и остались довольны. Для разнообразия купить стоит. Есть пять вкусов. Обязательно ребенку закажу еще. И там еще новиночки есть в красной упаковке. Они, наверное, не кисленькие. Уже будут, как обычный скитлс. Тоже интересно попробовать. Закажу. Так как это новинка, не поймаешь на сайте. Но буду стараться. Вот такую маску я покупала, миленькую. В Литуале. Она с медом. Упаковка классная. Единорог. Прям вся девчачья тема. Мед питает и так далее. Да, она питающая, заявляет производитель. Корейская. Но. Нет, она китайская. Но у нее был отвратительный запах. Очень много эссенции. Лекала мягкая. Ничего не могу сказать. Но из-за запаха я не могла ее по-нормальному использовать. Просто отвратительный запах был. Однозначно не повторю. Кроме как в Литуале я нигде такие масочки не видела. Но это точно не то, что я могу вам рекомендовать. Закончились у меня. Не закончились. Вернее, высохли тени от NYX Lingerie. Классные кремовые тени. Они очень популярные. Хочу себе не заказать, а купить. Наверное, поеду в золотую яблоко. Куплю такие. Только стального серого цвета. Они уже загустели. Поэтому использовать их неудобно. По веку распределять. Вот такой классный оттенок. 0,2. По стойкости тени очень стойкие. Их можно наносить без базы. Они перламутровые. Очень могу рекомендовать данный товар. Потому что действительно тени понравились. У них довольно-таки большой объем. И обязательно себе прикуплю. Но в другом оттенке. Хотя этот оттенок очень красивый. Просто у меня сухих теней в розоватых оттенках. Очень много. А вот с серенькими беда. Нужно срочно пополнять запасы. И избавляюсь, не доиспользовав. Вот от такого блеска для губ от Катрис. Взяла в бордовом оттенке. Была акция в золотом яблоке. Вот он выдавливается. Вот так. То есть продукта здесь еще много. Но я не использую. Неудобно этим кушоном наносить. Вот такой винный оттенок. В принципе, оттенок красивый. Но наносить сложно. Здесь всего 3,5 миллилитра. Нанесешь много полосит. Мало наносить неудобно. В общем, я унесла на работу. Думала, что буду подкрашивать губы в течение дня. Нет, рука не тянулась. Я доставала из сумки что-то другое. Красила. И поэтому избавляюсь. Хотя срок годности после вскрытия 3 года. Но так как этим продуктом я не пользуюсь, смысла его нахождения у себя я не вижу. Я закончила упаковку моего любимого порошка от Граф Грин. Аромат розовые лепестки. Очень много раз вам про него рассказывала. Мне очень нравится, как стирает этот порошок. И на высушенном белье остается легкий-легкий аромат розовых лепестков. Что тоже очень мне нравится. Здесь 50 капсул. Сначала я когда не прикидывала, сколько стоит в пересчете на одну стирку. Думала, что он все-таки выходит подороже наших капсул. Таких как Тайт. Я не знаю, какие капсулы еще есть. Персил. Нет. По цене выходит то же самое. Но здесь более адекватный состав. И мне нравится то, как он стирает. Он не остается на одежде. Поэтому это мой выбор на протяжении уже многих лет. И из последней, по-моему, или из предпоследней посылки мы съели вот эти чипсы острые с перцем, халапеном. Очень вкусные чипсики. Часто их заказываю. Но ребенок сказал, что в следующий раз он хочет с горчицей. Поэтому в следующий раз закажу другие. А так полюбились нам эти чипсы. И я знаю, что многие девчонки тоже их заказывают. Потому что они интересные. Это не то, что в наших магазинах. Они без трансжиров. И на вкус интересные. И жесткие такие. Необычные. На этом у меня все. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok